В принципе, видео таких в интернете много, но когда разговор заходит о том, как это делать, естественно, из тех, кто пытается, хочет научиться, конкретно понятия нет. Хороший ролик есть на английском языке, на русском, вот именно от первого лица, я не нашел. Не для тех, кто хочет в балансе ездить, а вот именно для тех, кто начинает и хочет хотя бы 5, 10, 15, 20 метров проехать на заднем колесе, научиться просто поднимать его. Изначально способов два. Самый, в принципе, простой, это поднятие мотоцикла газом, но как бы это понятно, здесь никаких отвлекаться на что не нужно, синхронно ничего делать не нужно, просто тупо нужно открыть газ, мотоцикл поднялся. В принципе, да, как бы это логично, но за исключением того, что все современные мотоциклы спортивные поднимаются с газа на скорости где-то там уже в районе 100 км в час. Ну и здесь, кроме того, что это более опасно, еще пересилить чувство страха своих несложно на скорости 100 км в час. Можно, конечно, поставить там звезду назад побольше, вперед поменьше и так далее, но тогда мотоцикл будет очень-очень резким. На заднем колизе небольшое движение газа, нужно будет очень сильно прыгать, то есть больше риск перевернуться. Вот, поэтому, соответственно, остается второй способ поднять, в принципе, соцсцепление. Здесь, опять же, варю два варианта. То есть, первый вариант, в принципе, практически на минимальной скорости или даже с места там с выждым сцеплением открутить газ и сцепление отпустить. Но здесь есть один нюанс. Мотоцикл, из-за того, что не имеет инерции, он будет очень легко заваливаться в сторону. Вот. Поэтому лучше делать, конечно, учиться с целью, чтобы проехать, там, чуть-чуть учиться с небольшой скоростью, там, километров 30 км в час, чтобы инерция как это была в мотоцикле, он прямолинейно двигался. Тоже, конечно, есть риск заваливаться в сторону, но уже практически там минимальный. Вот. Таким образом, это происходит. То есть, опять же, здесь несколько вариантов. Можно там ехать, раскрутить газ, сцепление поджать, еще добавить, отпустить. Но, в принципе, здесь, опять же, для того, кто хочет проехать, изначально вообще хочет проехать на заднем полете, хотя бы сколько-то, хотят это сделать с минимальными вложениями. То есть, учиться очень много сложности, он привлекает сразу сложновато. Поэтому, в принципе, проще делать таким образом. Там, трогаться с места. Скорость у нас 15 км в час. Открываем газ, мотоцикл начинает разгоняться, но, так как, опять же, мотоцикл нужно разогнать, но, если мы на нейтралке газуем просто мотоциклом, да, у нас обороты подскакивают сразу. Вот. На первой передаче трогаемся в километрах, как 20 в час. Дм газ в мотоцикле начинает разгоняться, но обороты не прыгают вверх, он просто разгоняться. И, когда разгоняться до нужной нам скорости, ну, кому-то привычным было удобно, да, комфортно. Вот. Нужно просто поджать сцепление, тем самым вызвать его пробуцовку. Обороты подскочили туда, но, опять же, здесь не упираясь в какие-то конкретные обороты, 8, 9, 10 и так далее. Просто вот, если по звуку. Поджал, газ держу ровно. То есть, вот я тронулся, газ удал, мотоцикл разгоняться, я поджал сцепление, обороты подскочили и отпустил его. Из-за того, что обороты подскочили, отпускаю, в моменты уже больше мотоцикла, соответственно, мотоцикл поднимается. Но делать, естественно, это нужно быстро. То есть, не вот так вот, да, вот просто отпустил. И все. Можно, конечно, сделать по-другому немножко. Равномерно едем, сцепление поджимаем до воли, ам газу и отпускаем. Но здесь, опять же, это двумя руками работать будет. Так сложнее и проще. Вот именно долгаву на определенный угол. Здесь нужно пробовать потихонечку, сначала немножко и поднялся мотоцикл. И больше. И поднялся. Если мотоцикл дергает ли двусоцелесо, значит сцепление бросается слишком быстро. Сжимать сцепление рекомендуется одним, максимум два пальца. Но я, как не все это делаю, я примерно двумя с половиной это выжимаю. То есть на третью ряду, это просто неудобно. А так вот, у меня одним пальцем это делается. Значит, еще раз. Включил передачу, кронувший мотоцикл катится. Газу, сцепление. И все, газ дергать ничего не нужно, мотоцикл поднялся. И первое время не нужно держаться, стараться удержать его. Там газом натягивает, куда он не поднялся. Чтобы газ не поднялся ничего первое время, сразу пускать. Просто для того, чтобы почувствовать подъем. Когда мотоцикл поднимается так, как нужно, там в принципе, я не довожу до этого угла, потому что с тормозом не очень хорошо работает. А так, в принципе, приборка на уровне глаз. Дергать не нужно. Опять же, к посадке, в принципе, не нужно принципиально отсаживаться назад. Конечно, на цикле легче будет подняться. Вот, если я не дашу, я просто нас назад отсяду. Это будет очень тяжело сделать, мне неудобно. Вот, соответственно, нужно сидеть просто как обычно. Как удобно жить, по-моему, расширить. Коленями отхлотить бак плотненько. Вот, руки расслабить. И, когда мы отсюда подниматься, не стараться тянуться к баку. А просто, вот как руки были, так и туда. Вот, ну и в принципе, просто пробовать. В один, два, три, двух, трасс. Даже 50. Скорее всего, не получится. Надо просто пробовать. Газ, сцепление. Оттормозились опять. Газ, сцепление. Все, потихоньку пробовать. Сейчас я, в принципе, примерно покажу, как это должно выглядеть. Ну вот, как-то так. Дал газу. Отжал, пустил сцепление. Рвок легче. Газу. Газу. И так пробовать. Сразу газ бросаю. Газу. Сцепление. Отжал. И сразу бросать. Ну, как-то так. Газа. Скорее. Приятный зал. Субтитры сделал DimaTorzok